Добрый день, ребята! Хотела вам немножечко пожаловаться на Wildberries. Совсем недавно я своему папе заказала выключатель. У него сломалась болгарка, и он сказал, что ему нужно там такой выключатель. Ну, цена вопроса была не сильно дорогая. В общем, заказали мы на Wildberries. Ну, смысл в том, что здесь он не мог найти такой запчасти. Ну, и через какое-то время она пришла. Ну, дабы папе не ходить по морозу, по холоду, я попросила, когда Настя ехала в Рязань, они заехали на Wildberries, взяли, значит, эту запчасть и привезли ему. И все бы ничего, но она оказалась нерабочей. И вот как тяжело сделать возврат на Wildberries, если ты не сделал это прям сразу, не отходя, как говорится, от кассы. То есть я... Ну, там цена вопроса недорогая. Ну, дело не в этом. Как бы, в принципе, ну, а если бы она была бы дорогая? То есть я вам, например, не рекомендую на Wildberries, покупать какие-то вещи, такие связанные с техникой, какие-то... То есть не вещи, в смысле тряпки. Здесь у них в приложении есть такое обращение. То есть я поискав сразу как бы найти, где возврат, я не сразу так нашла. А сделала обращение, описала, значит, проблему, и мне пришел вот такой вот развернтый анлет, вот такой вот длинный-длинный-длинный-длинный, в котором было написано «Если то, да если сё», типа, значит, это правочная информация, которую можно было, в принципе, просто разместить, и не нужно мне было бы давать какое-то отдельное обращение. Здесь еще предполагается оценить, оцениваем. То есть из этого следует, что мне нужно подать другое обращение подать. Значит, обратиться теперь уже не в обращение, а в проверку товара. И уже проверка товара, возможно, мне, значит, сделает вердикт, что мне сделать возврат, не сделать, заказать такой же, либо отклонить. Причем, когда мы создаем эту заявку, да, вот выбираем, вот она, эта кнопочка, выбираем ее, здесь нужно загрузить видео, здесь нужно загрузить фотографию товара целиком, загрузить его с маркировкой товара, фото товара с упаковкой, фото предполагаемого дефекта, а потом срок хранения, ну, в общем, короче, целую историю нужно, географию туда еще и комментарии написать, еще и будут рассматривать. В общем, крайне неудобно, я о чем хочу сказать, я совсем буквально недавно заказывала точно так же аккумулятор вот для этой камеры на Озоне. И до чего мне понравился Озон, я просто думала, что это сейчас как бы все сайты так работают. До чего мне понравился Озон, я буквально, значит, не подошел товар, то есть он был заявлен как оригинальный, он был не оригинальный, и, возможно, даже я где-то что-то не дочитала, я без всяких проблем просто принесла этот аккумулятор в пункт, без слов, без всяких доказательств, без чего-либо ее просто мне взяли и просто мне вернули деньги. Валберес – это какой-то просто аскеат. В общем, в этом отношении Валберес просто ужасный, я не знаю, чем все это кончится, и тут просто уже руки опустятся, в общем, сумма-то не такая большая, чтобы вот столько танцев с бубнами произвести для того, чтобы вернуть товар. Валберес, вы как-то должны поработать над своим сервисом, это просто фу-фу-фу-фу-фу-фу, позор. Я вот, кстати, недавно была у родителей, ну, когда как раз мы заказывали, и хотела вам рассказать такую историю. В общем, получилось так, что мама мне говорит, вот ты недавно записывала на госуслуги, и, в общем, у меня слетели одноклассники. Ну, мама очень плохо, конечно, моя родитель понимает там связь всяких этих вещей. Вот, я говорю, мама, ну, я вообще не заходила в одноклассники, как бы я могла там тебе что-то сбить. Ну, в общем, суть такая, что до этого, когда у них были много лет одноклассники, они заходили без пароля. То есть пароль где-то был сохранен, они просто заходили, и все. Тут произошли какие-то метаморфозы, уж непонятно, что там случилось, но суть того, что они не могут зайти на одноклассники, одноклассники закрыты. И все бы ничего, можно было бы восстановить пароль, но телефон, к которому был привязан этот профиль, его уже нет. То есть родители уже поменяли, другой номер, вообще другой оператор. И, в общем, как бы и сим-карты той нет уже. Ну, все, короче, невозможно. Ну, я, в общем, думаю, ну, ладно, как мне сейчас восстановлю. Открыла, значит, в гугле все сохраненные пароли, перепробовала все вариации, какие там были, и какие, в общем, я могу вообще, в принципе, придумать. Ну, никак, все. Видимо, они тоже пробовали, ну, в общем, там все глухо, никак. Думаю, ну, как же восстановить? Я вообще знаю, что многие, вот, вижу даже в одноклассниках, во всяком случае, что многие просто делают новые, новые одноклассники, то есть новый профиль, и все, окей. Но я, такой путь мне был неинтересен, потому что, во-первых, в тех одноклассниках маминах было сохранено много фотографий, которые, возможно, уже у них сейчас нет. А какие-то друзья у них есть, которых уже сейчас, может быть, с ними трудно будет вспомнить, где, что. Ну, в общем-то, знаете, как бы соцсети – это маленькая жизнь, и вот так все, начиная с нуля, как бы не очень есть хорошо. Ну, думаю, ну, как же восстановить? В общем, я написала в службу поддержки, ну, будучи у родителей дома, написала в службу поддержки. В общем, они мне посоветовали вспомнить, может быть, привязана какая-то почта. Я попробовала свою почту. Нет, они выдали мой аккаунт. Я попробовала почту отца. Вообще не привязана. То есть почта была привязана только чисто к телефону. Почта никаким образом не была привязана. Ну, да ладно. Думаю, ну, как-то это же надо восстановить. И мне, в общем, получается, техподдержка говорит – сфотографируйтесь. То есть мне прислали слово, ну, там какое-то на английском какое-то слово. И я должна была написать его на бумажке и с ней сфотографировать. Ну, то есть не я, конечно, а хозяин профиля. Я написала, значит, это слово на бумажке. Мама моя, маму свою сфотографировала, отправила. Они стали рассматривать. Вот. Рассматривали, рассматривали. Говорит, нет, не подходит. Потому что хозяин профиля не один человек, а двое. Это на самом деле так. Моя мама с папой были на аватарке. И в то же время у них был даже аккаунт на двоих. То есть было написано, например, там имя мамы, имя папы и их фамилия. Вот. Ладно. Значит, они вместе с папой сфотографировались на этой, с этой бумажкой написаны. И, вы знаете, вернули права к аккаунту. Я была приятно удивлена. В общем-то, не заняло уж очень много времени. И намного, я хочу сказать, легче, чем доказать сейчас брак в Айлбересе, чем войти в одноклассе. Возможно, вам кому-то понадобится вот этот способ. Потому что некоторые просто, знаете, ну, не получается. Ну, наверное, мы не сможем остановить, раз нет телефона. Всегда надо что-то пробовать. Всегда нужно восстанавливать. В общем, вот такой у меня необычный опыт с соцсетями. На этом до скорых встреч. Всем кармы.